Продолжение следует... Как-то сегодня говорится, который занимается долгосрочным уходом, создав правильную атмосферу семьи, создав, настроить пациента не на выздоровление, конечно, а на получение качественной помощи со стороны семьи. Вы знаете, это является основой, потому что если в семье обстановка ужасная, психологически никто не готов, пациент нервный, то, вы знаете, любая помощь, она становится просто бесполезной. Надежда, которую необходимо поддерживать. Так говорится в одной из глав докладов экспертов ВОЗ о проблемах палеотивного лечения и обезболивания при раке. Эта мысль должна проходить красной нитью и при всех формах общения с пациентом и его родственниками. Основными психологическими потребностями пациента при палеотивном лечении, по мнению эксперта, МИМОС являются... Это безопасность, чувство защищенности. Пациент всегда должен понимать, что о нем заботятся, его слышат. Связь с близкими, желание чувствовать себя нужным, а не обузой для них. Любовь, выражение привязанности, человеческий контакт, прикосновение. Не надо забывать, что пациенты даже в глубокой коме, они, это уже доказано, они слышат запахи, они слышат звуки. А тем более чувствуют прикосновения. Не надо стесняться или не надо, как сказать, быть скупыми на доброе прикосновение, на поглаживание, на какое-то поощрение, похлопывание пациента и так далее. Понимание происходящего благодаря разъяснению симптомов и природы болезни, возможность обсуждения процесса умирания. То есть пациент должен понимать, что с ним происходит. Не сказать, что перспективы, но, например, что будет завтра, чего можно ожидать, что боли могут усилиться или может у него пропадать аппетит, потому что при лечении боли, например, ее главное предупредить, а не лечить уже разыгравшиеся симптомы. Одобрение. Сохранность независимости от настроения, общительности, привычек внешнего вида. Также наш пациент достоин, чтобы люди, которые, семья, которые за ним ухаживают, приходили к нему ухоженными, в чистой одежде. И понимали, что он не просто лежит забытый, заброшен, а что он тоже человек. Самоуважение. Вовлечение в процесс принятия решения, особенно при физической зависимости от других. То есть не надо забывать, что пациента желательно спросить его желания. Не забывать о его привычках, о его настроении на сегодняшний день. Уверенность в том, что пациент получает самую лучшую помощь. То есть мы должны объяснить пациенту, что мы на сегодняшний день использовали и используем все, что возможно, относительно его болезни и его состояния. Лечит врач, вылечивает ухаживающие. Уход за больными – сложное и ответственное дело, которое требует знаний и отработанных навыков. Многие онкологические заболевания невозможно вылечить радикально. Больному легче справляться с заболеванием в кругу семьи, где он получает необходимую психологическую и физическую поддержку. А от семьи требуется много усилий, чтобы сохранить качество жизни своего подопечного. В нашей школе уделяется большое внимание обучению родственников по уходу, для того, чтобы у больного не появились осложнения в результате правильного ухода. Уход за больным достаточно сложен и труден, и требует большого внимания и времени. И, конечно, еще, как это понятно, это очень финансовых затрат. Основным принципом ухода является уважение к личности больного, принятие его таким, как он есть, со всеми его физическими и психическими недостатками. Необходимо учитывать, что соответствующий уход может также и ухудшить состояние, о чем я говорила прежде. Для каждого тяжелого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и профилактики осложнений, с учетом условий, в каких он находится, и с учетом, конечно, лиц, которые за ним ухаживают. Программа включает в себя гигиенические мероприятия и косметический уход за кожей с использованием специализированных средств, рациональное питание и лечебные мероприятия. С целью профилактики пролежней рекомендуется использовать для гигиенических мероприятий и ухода только специализированные разработанные средства, лосьоны, гигиены, пенки. Слава Богу, что сегодня это есть на рынке. Просто надо доносить до родственников, что это не так дорого, как оказывается. Всего-навсего нужно сесть и посчитать. Но пациент будет лежать вкуснопахнущий, ухоженный и, конечно, в первую очередь это будет профилактика пролежней. Итак, это, скажем так, три шага. Это то, чем нужно заниматься. Мы должны кожу очистить, защитить и регенерировать. Золотой стандарт. Современные средства по уходу эффективны как для лечения, так и для профилактики пролежней. Обеспечивают комплексный уход за кожей лежачих пациентов. Исключительно экономичных применений, просты в использовании, экономят затрачиваемое медицинским персоналом время на уход. Доступная цена и высокое качество средств по уходу позволяют также рекомендовать для использования в домашних условиях для ухода за лежачими больными. Я повторюсь, просто родственники не знают, что есть такие средства. Но если даже они знают, что они есть, они не знают просто элементарно, как их применить, как использовать любую повязку, насколько ее наложить и так далее. То есть фармацевт этим в аптеке не занимается. Неадекватные гигиенические мероприятия приводят к значительному подрастанию к минуту медицинских затрат, связанных с последующим лечением образовавшихся в пролежней. В ряде случаев хирургическое лечение пролежней. То есть фотографии сделаны с разрешения родственников и их пациентов. Вот хотела бы привести пример. Пациент с сухим микрозом, очень обширный процесс. И вот результат лечения современными на сегодняшний день средствами на четвертый день полностью удалось выбрать микроз. Ну, конечно, этот пролежень будет залечиваться 4-6 месяцев. Это очень трудоемкий длительный процесс. Но это возможно без хирургических вмешательств. Я хотела бы обратить внимание, что даже приходя на консультацию домой, необходимо защищать себя. Перчатки, салаты, шапочки, маски. Потому что, как гори сам, святи другому, на сегодняшний день это неприменимо. Потому что мы все возвращаемся в семью, а будет ли кто-то за нами вместо нас. Это надо понимать. Трудный период наступает для больного, когда он начинает понимать свое состояние. В то же время старается отключить свое сознание от понимания ухудшения, свое самочувствие, ожидания настоящей смерти. Часто этот период сопровождается состоянием отцепенения, отрешенности, иногда психическими расстройствами. Знаете, пациент начинает капризничать. Опять же, обстановка психологическая в семье нагнетается. Но нужно подобрать какие-то слова для родственника. Сказать, что это не он. Это так ведет его болезнь. И сразу же, вы знаете, как-то все успокаивается, как-то все приходит в норму. И люди, укаживающие совсем с другой точки зрения, относятся к этому. Как показывает практика, очень часто внешне создается впечатление для окружающих больного, что он вообще не понимает и не отдает себе отчетов происходящих. Пациент даже может быть эйфоричным. И тем не менее, это только яркое проявление подсознательной психологической защиты. Переразвитие у одного из членов семьи грозных симптомов и установление диагноза меняется жизнь не только самого пациента, но и всех окружающих его, в первую очередь, наиболее близких членов семьи. Все ресурсы семьи в большинстве случаев направляются на оказание помощи заболевшему. Это приводит к напряжению всех эмоциональных, физических, духовных сил и, как правильно, значительным материальным затратам. Какой бы ни была в моральном и материальном плане благополучная семья пациента, наступает момент, когда ей необходима помощь. Особенно эта помощь требуется одиноким людям или в том случае, если заболевший был основой материального благополучия семьи. Ни работники социальной службы, ни участковая медицинская сестра не могут обеспечить уход на данную помощь. Еще хотела бы обратить внимание, что если в семье есть дети, то я всегда говорю, привлекайте детей. Чтобы они принимали участие в ходе за таким пациентом. Нигде ребенок не научится милосердию. Если вы не будете его привлекать, а ведь такой пациент был, будет, есть или будет у кого-то из нас в каждой семье абсолютно. Потому что отсутствие хосписов, отсутствие донос милосердия, конечно, очень большая проблема. И если ребенок не будет понимать, что есть больной человек, и за ним нужно ухаживать, на него нужно обращать внимание, нигде больше он этому не научится. И однажды он просто выйдет из семьи, в нечерстный человек, он также будет пропадать мимо людей, которым будет однажды плохо. Медицинская сестра должна ориентировать всех участвующих в уходе за пациентом на тот уровень общения, при котором ему не будет намоситься психологическая травма. При беседе с пациентом, особенно при выяснении вопросов, касающихся симптоматики, нельзя задавать вопросы, требующие прямого ответа. При обсуждении элементов ухода и лечения, необходимо разделять желаемый результат, эффект на наибольшие фрагменты и тарты. Все вышеперечисленное при удачном воплощении позволит достичь взаимопонимания и окажет адекватную психологическую помощь пациенту. Это относится также и к общению с семьей пациентом. Имеется данное о том, что некоторые родственники пациента, пациента, перенесшие утрату, не получившие достаточно психологической поддержки в эти очень для них тяжелые минуты, которые подвергаются риску заболеть. Члены семьи и родственники, принявшие наибольшее участие в уходе за пациентом, нуждаются во внимании и возможности оказания психологической помощи, выражающие по внимательному слушанию и при обсуждении их утраты и последние дни жизни пациента в проявлении участия в беде. Это уже совершенно доказанный факт, что иногда родственники, которые ухаживают за пациентом, уходят в жизнь быстрее, чем слабоценту. Такая помощь может понадобиться на протяжении даже нескольких месяцев, но совершенно необходима и психологически трудна, особенно в первой числе и дни, после утраты близкого человека и последующего императора. Спасибо.